И снова здравствуйте, всем привет! Итак, думаю нужно сделать рик вот для такой книги по примитиву. Так, делаю первый раз, будет как ролик-эксперимент. Погнали! Так, значит, выделяем книгу, здесь получается обложка и две части внутренние. Так, тройка на нампаде. И будет такой вид, да, значит мы её положим на вид сверху и на тройку. Так, где-то зима-лета вот таким вот образом. Приподнимем, подведём, ну пусть на пивоте. Привяжем SetOrigin к 3D курсору. Так. Теперь нам нужно опять же отделить вот эту вот обложку. Или вот эти вот части, типа страницы. Так, поднимаем одну вверх и поднимаем ещё одну вверх. Вот такая заготовка, значит, получилась. Теперь Shift-A, добавим арматуру Single Bone. Найдём Infront Display. Зайдём в Edit Mode, английская, так, английская A, сделаем S. Уменьшим косточку, включим MOV, подведём её к низу. И смотрите, тут фишка в чём. Книжка будет лежать всегда на столе или стоять, да? Сделаем, значит, каким образом? Сделаем S, управляшку, кость вытянем, значит, вот сюда. От неё вытянем E, английская, на середину вот этой вот части, значит, потом ещё одну E и ещё одну косточку на всю вот эту, значит, книгу. И одну косточку, которая будет держать низ книги. Так, теперь, что я хотел бы сделать. Я хочу отвязать вот эту косточку Alt-P Clear Parent и привязать её к управляшке Ctrl-P Keep Offset. Теперь, значит, отвязываем вот эту косточку Alt-P Clear Parent и привязываем её, опять же, к управляшке. Перешив левая кнопка мыши Ctrl-P Keep Offset. Ну и опять же, что я буду нажимать, чтобы вы видели. Так, семёрка на нампаде. Теперь, смотрите, они находятся по центру, да? Это, ну, в смысле, с краю. Это не есть Good. Давайте всё это дело выберем и семёрка на нампаде уведём с помощью MOLF, ну, где-то до середины. Так, теперь, что нам понадобится? Нам понадобятся ещё вот эти вот все кости. Семёрка на нампаде. Делаем Shift-D. Уводим на край. Теперь Shift-D. Уводим тоже. Так, вот, не сделалось. Shift-D. Уводим на низ. Так, это дело есть. Так, что тут, да как. Теперь, смотрите, вот эту косточку и вот эту перевяжем на косточку, которая будет отвечать за все вот эти две косточки, Ctrl-P Keep Offset. А эта кость, вот она, которая будет за них отвечать за поворот, уже привязана, значит, у нас к управляшке, Ctrl-P, видите, Keep Offset. Так, теперь привяжем обложку, заходим в Object Mode, выбираем обложку, выбираем косточки, Ctrl-P, White Automatic Widget. Так, выбираем только кости, заходим в Post Mode, выбираем косточку-управляшку, вот эту. Так, теперь единица на нампаде и попробуем её покрутить. Раз, и потом все вот эти кости будем выбирать и, значит, раз, вот книжка открылась. Смотрим, как она открылась. Ну, в принципе, неплохо и открылась. За исключением, вот, полигон какой-то тут у нас отвернулся. Ну, потом с этим делом разберемся. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, всё нормально. Так, сразу заменим, значит, вид костей. Нижние кости нам, в принципе, не понадобятся. Пусть будет N панель, это будет, пускай у нас, ну, сферы, Крит. Уведём их подальше, значит, от обложки, от самой, от этой части, потому что там тоже будут кости. И уменьшим их, чтобы они глаз не мозолили. Так, назначим им какую-нибудь группу, цветовую, зелёный цвет, Decision. Так, теперь, смотрите. Вот эти кости у нас будут работать. Вот эти кости будут работать, да? Ну, давайте им полностью назначим пока финжеры, а там потом уже посмотрим. Так, финжеры. Увеличим. Вернём, чтобы видеть, где у них стык идёт. Так. Таблофты разобрались, это будет группа, пускай будет красная. Так, теперь, эта крутилка будет у нас, это куб. Так, а это будет у нас, пускай, циркл. Циркл пусть будет у нас жёлтый. Так, по примитиву, да? Всё, разобрались, всё, обложка открывается. Всё, с этим делом вопросов нет. Значит, это всё более-менее понятно. Теперь нам нужно разобраться со страницами. Как мы будем с ними разбираться? Так, на странице заходим, выбираем кости, заходим в edit mode и выберем, значит, только вот эти части. Вот центральную, это вот, штукенцию. Так, семёрка на нампаде, единица на нампаде, делаем всему этому в shift D. в shift D и поднимаем, значит, выше до первой нашей вот этой, где будут листы. Так, здесь уже желательно то же самое оставить, но чуть-чуть увести, наверное, как бы вбок. Сделать асимметрично, чтобы они, ну как, можно было их выбирать. Shift D и shift D, значит, вот так где-то. Угу. Теперь зайдём сразу в edit mode, так, в post mode и поменяем вот эти вот назначения. Значит, это будут у нас, пускай будут сферы, крит, чуть-чуть их побольше сделаем, чтобы видеть. Только цвет будет теперь желтый. Так, куб будет, управляшка тоже желтая. Так, ну а финжеры мы заменим на лайнеры. Вот, пусть они дальше торчат, чтобы мы видели, что это страницы. Так, теперь заходим в edit mode и подразделяем вот эти вот, значит, вот эти кости сабдивайдем ну побольше, да? Так, всё это дело и есть. значит, всё нормально. Заходим теперь в object mode, выбираем вот эти вот наши листья и control-P white automatic выжить их вяжем. Так, следом выбираем кости, заходим, будем делать поэтапно, да? Не будем спешить. Так, заходим теперь в post mode и нам нужно их на изгиб настроить. Выбираем косточку, вторую, первую, через shift, control-shift-C, inverse kinematic. Удаляем таргеты и ставим на раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну давайте на шесть костей. Так, есть такое дело. Теперь выбираем вторую косточку, опять же, то же самое проделываем, таргеты долой и на шесть костей. enter. Заходим теперь в post mode, выбираем у нас вот эти вот управляшки и смотрим, что получится. Так, а что у нас должно получиться? у нас должен получиться изгиб единицы в нампаде, клавиша G и вы видите, что гнется все очень гадко. Control-Z теперь работаем значит вот с этими листами. Заходим в object mode, выбираем наши вот эти листы, находим edit mode и значит правая кнопка мыши с обдивайдем. Выбираем нашу вот эту окошко с настойкой так и ставим немножко так спеть подразделений следом семерка на нампаде и что еще можно сделать? Давайте выберем луккаты и подразделим здесь побольше на линии изгиба ну чтобы сильно полигонаж не увеличивать вот этих вот этих значит наших страниц. теперь зайдем в object mode и попробуем все это дело перевязать control p light automatic widget выбираем кости заходим в post мод опять же стройка так единицы нампаде и g вот вы видите что все листья начали гнуться но у нас не хватает костей ctrl z добавим еще по одной ну давайте по одной косточке еще раз добавим опять же тестим тройка на нампаде единица нампаде g смотрим видите все вроде бы нормально но нужно вот тут еще будет чуть-чуть подразделить чтобы помягче было или попробуем а ну-ка если еще добавить по одной кости выберем и попробуем значит так тройка на единицу g ну в принципе тоже неплохо низ вот этот еще подразделить и будет нормально ну в принципе его и видно не будет главное внешний вид сверху и вот этот изгиб более-менее отрегулировать теперь выбираем значит эти все кости alt g alt r все нормально так вот эта кость у нас управляшки мы ее сейчас единица на нампаде посадим значит о пардонте не привязано заходим в edit mode и вяжем вот эти косточки к управляшке ctrl p и полсет заходим в post mode теперь убираем управляшку все можем ей регулировать подсаживаем ее значит в нашу книжку и с этой штукой сделаем то же самое только теперь вернем все назад наверное зайдем в object mode выберем вот эту книгу это сделаем delete а вот это все скопируем shift d опустим вниз они идентичны так еще пониже можно так теперь вот это все дело тоже выберем кости зайдем в edit mode выберем наши вот эти все косточки сделаем shift d и опустим их вот сюда только теперь тройка на нам паде нет в принципе черну так и пусть будут да она слежать будет в принципе можно их перекрутить но смысла я в этом не вижу так если мы перекрутим кверху в принципе нам это не надо так мы их просто теперь косточки семерка на нам паде чуть-чуть сместим тоже вот как бы их сместить чтобы их было видно да так это на край поставим а вот эту полосу так ничего не выбралось эту полосу чуть-чуть отведем вбок object mode выбираем наши книги все вот эти кости control p white automatic выйдет так ух ты костей сколько ну чем примитивнее тем больше ненужных деталей заходим теперь post mode и выбираем вот эти значит управляшки так а что тут control z единица нам пади опускаем это все в книгу и вот эту часть тоже опускаем в книгу так наверное давайте вот это все назначим на зеленый цвет эти будут желтые эти красные и значит что еще бы хотелось да вот вот эти все выберем назначим их на кубы управляшки выведем их чуть-чуть за книгу чтоб удобнее было управлять да так ну а вот эти кости где они тут вот эти назначен на давайте на лайнеры или на финджер это будет зеленый цвет эти управляшки будут зеленый цвет так а вот эти так будут у нас такие желтые да это тоже будут кубы или пусть лучше эти будут сферы ну чтоб уже не путаться и какой там цвет это красный это будет желтый так теперь нужно выбрать все вот эти косточки так а на что же их настроить так 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 давайте их тоже на сферы настроим только поменьше сделаем так и поменьше раз ну как то так то да опускаем опускаем единица нам падет значит нашу вот эту еще одну часть книжка в принципе собрана давайте проверим как она будет открываться так переноситься она вот будет видите ничего не распадается зашибись ctrl z так теперь не путаемся вот с этими кубами так это значит зеленый у нас верхняя часть и значит у нас красный это управляшка самой книги да обложки значит если мы открываем а ну-ка ctrl z попробуем как это все в анимации будет смотреться английская а и локрот теперь ставим на десятый кадр выбираем красную косточку делаем r открывашку так это значит если красная управляшка это у нас куб зеленый будет да зеленый куб а ну-ка r можно будет регулировать переносить примитивно да понимаю но что поделать так а вот здесь вы видите что нет вот этого раздвижения да ctrl z ctrl z если мы выберем все вот эти кубы и попробуем g все равно тогда у нас надо будет переносить всю эту штуку так оно как ctrl z ctrl z так пробуем это зеленый куб g так g r так а нам не надо этим пользоваться кубом да да нам нужен поворотник поворотник у нас будет зеленый зеленый как здесь тоже нужно поработать с этой штукой значит это по-моему вот эти будут д единицы нам поди делаем r вот назначим значит цвет зеленый и теперь куб зеленый ну придется да вот именно вот эту штуку всю подгадывать так когда получается желтый куб а я тут ничего ему не сделаю единство что можно отсоединить какие-то кости чтобы вот эту часть натягивать так а ну ка она в принципе должна не двигаться но вот эта часть должна натягиваться так это уже посложнее будет ну в принципе пробуем да а ну ка если сделать r g вот так да и выбрать все сферы и просто g вот эту часть как бы положить ну тогда уже получше тогда выбираем зеленую вот эту штуку подводим к этой части прям еще можно ее и растянуть тут можно крутить еще кости все тогда еще проще вот эти первые косточки можно перекручивать а ну какие они они тут так так не эти вот эти зеленые косточки можно можно им тоже поменять финзеры о мы их можем потом крутить он кал лет зайдем в обзор мод и вот эту штуку еще поднадуем как него так диометри ага шиша какого ты сален а ну ка вот эту часть значит можно еще поднадуть edit mode английская а можно даже наверное еще где-то форму придать если вот какая штука может получиться если мы выберем какие-то полигоны вот эти EG потом с ними поиграем ладно это потом разберемся так и опустим ее поглубже значит а ну-ка опустим ее поглубже в нашу обложку это значит пост мод какая-то зеленая косточка оп ну таким образом как бы можно будет еще наверное обыграть так перепишем у нас тут анимашку просто она изменилась а и локрот на десятом кадре выбираем красную косточку R приоткрываем зеленую выбираем так зеленую выбираем R тоже приоткрываем чуть-чуть можно G там G и загнуть тогда у нас желтая 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 у нас сидит на месте G тоже ее увеличить бы чтобы страницы хоть как бы заходили прописываем а и локрот все тогда для мультя снова пойдет так теперь до конца открываем вот эту область так где она тут находится так надо менять так это общая а нам нужно а ну то а это кто то это где как нее так вот что нам нужно будет сделать тут же можно еще искривлять ее вот уплотнять можно видите вот можно косточку отдельно двигать поэтому я ее отвязывал но не думал что так все дело можно сделать так теперь это уже не двигаем и нам понадобится только вот эти кости в единице нам паде и мы их положим теперь получается зеленые кости мы значит R перекручиваем R подставляем вот сюда а этими костями полностью G положим нашу вот эту бумагу так теперь что с этой стороны мы это сделать не можем вот наверное лучше кости как бы развернуть что ли но опять же мы гнуть их сможем в другую сторону каким образом да так эта штука она тоже должна приподниматься так это у нас по моему сферы так нет сферы на бумагу идут вот эти кости вот эти так вот это уже нужно понять как это все будет работать так теперь это сюда поближе получается что единица в нампаде нам нужно желтую тоже перекрутить подогнать сюда и положить вот так вот ну в принципе все работает единственное сейчас разобраться нужно вот с этим стыком добавить сюда можно еще дополнительные листы потом которым можно управлять и как бы их вывести в бок чтобы еще листья перекидывать ну листа 3 достаточно будет они тогда закроют вот этот промежуток или знаете как можно сделать смотрите так на первый кадр обжиг мод тогда выберем нижнюю вот эту часть ее тоже в edit мод английская а делаем побольше да пусть они друг так обжиг мод так то не видно и получается если анимация будет проиграться вы видите они уже оба надуты нормально так выберем кости зайдем в пост мод немножко G отрегулируем наш вот эту значит книжку нормально все это нормально теперь зайдем в обык мод выберем наши вот эти книги и добавим шипки так заходим скульп мод выбираем тянучку симметрию не ставим F побольше делаем кисточку и все это дело просто по примитиву да запотопно так все это дело по натянем вот так и получается можем увести вот этот край а этот поднатянуть тоже не вопрос и далее обыграем мы это дело можно это делать и в edit мод тоже там регулировать вот этими полигонами поиграться тогда она будет посимпатична так заходим теперь выбираем вторую вот эту книгу заходим в edit мод а пардонти добавляем ей шипки ползунок до конца заходим в скуд мод так и опять же все вытягиваем все подгадываем соединяем наши вот эти обложки пусть даже заходят друг друга ну чтоб красиво было да вот можно здесь полукругом чуть-чуть сделать стыковочку такую подгадать о ну ну и тут тоже нижние полигоны их маловато побольше повытягиваем пусть она будет несимметрична но зато красиво наверное будет вот как бы старая книга получается не только их союз печати так все нормально теперь можно обжит мод и попробуем изменить вот эту скуд мод вот и тут надо еще поменять обжит мод теперь эту меняем обжит чтобы ничего такого не торчало и с разных сторон было красиво значит так так эту чуть еще сдвинуть приподнять чтобы лежала на обложке листы как-то можно под натяжечку прописываем и так а здесь значит возвращаем назад оп так здесь чуть-чуть искривление даем на 20 уже можно там побольше сделать потому что уже открывается так что у нас тут тут у нас на 0 на 20 так этот же тоже смотрим открывается вот здесь можно еще шибкие добавить давайте добавим плюс ползунок до конца заходим в скульп мод и здесь уже вот так вот искривим переплет подтянем это книзу сделаем какую-то форму вот так ну чтоб этот край был более правильный даже мне побольше не надо вот так нормально будет прописываем дальше что идет открывается страница здесь нам понадобится уже первый шибкий а ну ка так этот здесь назад уже возвращаем чтоб они соединились вон ну а че нормальная книжка дону ворлок так этот что у нас делает вот здесь он должен поменяться тоже давайте добавим еще один шибкий и зайдем скульп мод ползунок до конца и здесь уже так control z чуть-чуть вот эти верхние полигоны под натянуть ну как будто они тянут туда о пропишем их теперь и уберем в минус а ну ка до конца до конца до конца до конца что такое переключайся на 1 значит этот на нолях ну и это тоже на ноли выведем так а это тут вывез немножко сейчас подправим сквозь мод надо с этим тоже попрактиковаться смотрим что у нас получилось 23 кадра задержка поставим 33 ну а чем не начало какой-то истории да ну чуть листья тут надо посматривать чтобы они не вылазили ну-ка ну в принципе если она вот так лежать будет на каком-то столе то здесь вот это то что вырезала будет ну как сказать не так видно нужно это конечно тоже подгадывать как раз прибрали и перезаписали блеск красота давайте теперь добавим текстурки к этому всему делу значит закроем нашу книгу кости так я сейчас сохраню все это дело файл save так это save и теперь значит кости английская h скроем посмотрим что у нас тут шейдингах так убедит а где там эта книга английская а давайте сначала с обложкой да выберем обложку и попробуем ей подключить какую-нибудь текстурку new новый шейдинг текстуры image текстур добавим ноду и добавим картинку какую прикольную книжку да ну давайте вот эту так теперь зайдем юли выберем обложку английская а включим ей значит вид текстуры и тут вот уже вопросы такие да а ну-ка н это кто у нас тут так control z выберем где тут полигоны вот он это есть один полигон что у нас тут по материалу есть английская а а а во g подставляем книги выбираем выбираем теперь значит вот эту часть одну английская а и подставляем подставляем к нашему тыл так он называет очень бортик бортик портик портик и сейчас как-то надо это все дело подгадать вот две полоски и джин и О, попало. Ctrl-B, ну не совсем так. Субтитры сделал DimaTorzok О, вроде бы как бы. Так, ну вот, эту теперь английская. А, так, а почему тут нету нас, значит, материала. Ну-ка, R. А, там все есть, просто краницы книги перекрывают. Сейчас нужно это все будет скрыть. Так, Ctrl-Z, R. Так. 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 Есть такое дело. Смотрим в лояуте, что получилось. Так. Вот это у нас страницы книги. Можно их, в принципе, чем можно привязать в TestOrigin в 3D геометрии. Так. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...